Сегодня небольшой обзор рынка, ну сразу могу сказать, что рынки продолжают расти, как и предполагалось, в общем-то сказать, ну потому что ничего особенного не происходит. Байден по-прежнему вступает в права, санкции еще не вводят, все спокойно, все растет, как на дрожжах, и скорее всего будет расти. Ну давайте посмотрим подробнее. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, как я уже сказал, все растет, давайте посмотрим сначала на рубль-доллар. Ну посмотрите, вот он достигал в свое время локальных максимумов в районе 76 рублей за доллар и пошел опускаться. Почему он начал опускаться? Ну, во-первых, индекс S&P 500 растет, во-вторых, ну потому что прививки делают кругом, есть надежда на восстановление экономик. И вот она нефть. Нефть прет вверх, ну и рубль, соответственно, тоже прет вверх, потому что от нефти он достаточно хорошо зависит. Поэтому и индекс РТС, ну так как доллар идет вниз, то, соответственно, индекс РТС идет вверх, потому что это стоимость российских акций выражена в долларах. Кроме того, ну как-то вот наше руководство страны чувствует себя абсолютно уверенно, прямо вот вообще, что все хорошо, что у нас, в общем-то сказать, мы всех обломаем, значит, Европу. Дело в том, что уже и Америка сейчас с Германией ведут переговоры о том, на каких условиях разрешить Северный поток-2, чтобы Россия там, ну, продолжала качать газ через Украину. Вот, санкции пока не вводятся, вообще все шикарно. К нам приезжал Боррель из Европы, и он пытался там поговорить с Лавровым. Лавров его, значит, это самое, фейсом об стенку, об столу поразвозил, в общем-то, и послал, сказал, что идите вы нафиг, не вмешивайтесь сюда, чем, в общем-то, весьма разозлил. И сейчас Европа обсуждает, какие санкции ведут, но пока они обсуждают, в общем-то, там, все идет хорошо у нас, мы прямо такие все уверенные в себе, Навальный в тюрьме, протесты, значит, отложили до марта месяца. Президент готовится к федеральному собранию, в котором я, скорее всего, считаю, что будет попытаться, ну, как-то восстановить свой рейтинг, то есть, мне кажется, там будет выдвинут, ну, во-первых, там уже ясно, что будут, раньше были национальные проекты, сейчас национальные программы, это называется, их 5 штук, они уже объявлены заранее, так сказать, какие они будут, вот, ну, то есть, деньги колоссальные будут выдвинуты там на разные вещи, в том числе на IT-технологии, так, давайте, кроме, как бы, всего прочего, и там будет, конечно же, огромные деньги на то, чтобы завоевать, в общем-то, информационное поле в соцсетях, в разных тиктоках, я уже вижу, в тиктоке, например, сплошь, там хвалят Путина все, но пропалуют, там, сказать, за 500 рублей или за 1000, ну, прям вообще соловьями поют, вот, ну, в ютубе то же самое, теперь мы сейчас будем создавать, ну, я думаю, уж на основе Яндекс.Видео будет свой видеохостинг для того, чтобы, ну, в будущем закрыть YouTube, перекрыть, перекрыть, значит, Instagram и так далее, то есть, все это, ну, планируется создаваться, я думаю, что будет, ну, как бы, на все это финансы выделены для того, чтобы, ну, мы потихонечку отходим от всего мира, значит, мы уходим в пещеру, значит, мы самоизолируемся от всего мира, и мы такие будем полны решимости, патриотизма и так далее, что мы все за Путина, и поэтому, ну, все будет вот в таком ключе, насколько я понимаю, то есть, денег в стране немерено, и они припасались для того, чтобы, ну, погасить какие-то возможные недовольства руководством страны, и накануне выборов самое то их немножечко потратить. Это мое личное мнение, я не настаиваю. Если вы считаете, что будет иначе, то можете написать. Вот, кроме того, я очень даже предполагаю, что будут достаточно серьезные меры по поддержке населения, объявлены, объявлены. Как они будут реализоваться, я не знаю. Путин будет там кричать, что топать ногами, что я там потребую, чтобы вот, ну, к выборам в аккурат все было исполнено и так далее, будет выжимать со всех, чтобы деньги начали раздавать там пачками. Ну, к чему это приведет? Я думаю, что деньги действительно появятся, появятся, я думаю, что деньги у населения, и это приведет к серьезному росту цен. Ну, а рост цен будет во всем мире, поэтому тут ничего удивительного нет. То есть, деньги будут выделены, потрачены, съедены и спущены в унитаз. Ну, как обычно. Зато народ будет доволен и будет поддерживать Путина. Путина. Вот. Ну, насчет индекса РТС. Смотрите. Индекс РТС. Ну, давайте на доллар посмотрим. Вот доллар идет, 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 идет. Как я говорил, что, скорее всего, он дойдет до где-то 73.15 упадет. То есть, соответственно, параллельно этому, ну, во-первых, нефть уже видно, что она готова остановиться на уровне 60 долларов за баррель. И индекс РТС прет вверх. И, ну, вот я ставил планочку вот здесь. Вот смотрите. Вот она у меня линия. Это уровень сопротивления. Вот он. Он сейчас пробит. И так, ну, как бы, как обычно, когда пробивается уровень, он пробивается так достаточно серьезно. Вот. Уйдет он выше или нет, я не знаю, потому что следующий уровень, вот, ну, я как бы где-то вот здесь или, или вот здесь вот на уровне, ну, 149.5-150 тысяч, ну, у меня за индекс РТС в данном случае. Вот. Ну, то есть, дойдет он до сюда или нет, я не знаю. Вот. Что у меня со стратегией? Ну, у меня стратегия построена уже следующим образом. То есть, я ее сегодня все утро менял, передвигал правое крыло. Сейчас оно у меня выглядит вот так. То есть, вот это крыло было здесь и вот так вот резко вверх шло, потому что красная линия должна быть почти параллельна для того, чтобы дельта была почти равна нулю. Вот. Ну, и все это было хорошо. А теперь я передвинул вот это крыло. Сейчас у меня здесь 147 тысяч 500. То есть, смотрите, вот если индекс РТС к четвергу вот в этом диапазоне закроется, то есть, я думаю, что он дойдет вот сюда и пойдет вниз, я надеюсь. Вот. Ну, вы видите, он уже так как бы делает попытки вот здесь как-то начать как-то колебаться. Ну, посмотрим, что будет завтра. Ну, если он пойдет сюда, то я уже буду как-то вот фиксировать убытки, потому что он пойдет вот сюда. И вот эта линия уже, посмотрите, вот, он пойдет, ну, во-первых, он скакнет на голубую линию. То есть, завтра будет 9 число, вот она будет голубая линия. И по голубой линии он начнет скатываться, ну, мои деньги вот сюда скатываться начнут. То есть, скорее всего, если он попрет вверх. И поэтому, ну, уже здесь становится достаточно, ну, как бы напряженно. То есть, если он пересчет вот эту линию, то он попрет, значит, вот сюда. То есть, ну, как бы уже будет трудно восстановить и придется опять фиксировать убытки. Попрет он вверх или нет, я не знаю. Но мне кажется, что, ну, в какой-то момент он остановится и потопчется на месте. Может быть, будет легкая коррекция. Но потом я жду, что рост возобновится. То есть, смотрите, вот здесь у меня 4-часовой график. Сейчас я его, ну, как всегда, немножечко заплющу. Вот так вот. Ну да. Вот. И что я думаю, как я рассчитываю, что будет идти? Я думаю, что будет идти вот сюда. Может пойти. А может и не пойти. Может быть, вот здесь, вот видите, вот оно, оно есть какая-то линия сопротивления. Вот здесь вот немножечко поколебается. Вот. Ну, я думаю, что в будущем он пойдет выше. Но, может быть, здесь немножечко вот отскочит. Ждем, наблюдаем, смотрим. Пока. Пока. Чем дольше он задержится вот внутри этого диапазона, внутри этого прямоугольничка цена, то, соответственно, по тета-распаду у меня идет прибыль. И прибыль это будет, если он в этом диапазоне 17678 рублей. Вот. И, ну, здесь я верну просто то, что я потерял в прошлом, на прошлой неделе. Потому что на прошлой неделе он скакнул сюда и ушел вниз. Вот. Ну, а если не получится, то придется, опять же, фиксировать в убытке. Вот. Посмотрим, что будет. Время сейчас работает на меня. Чем медленнее он ползет сюда, тем быстрее идет тета-распад, тем быстрее дешевеют проданные опционы. Купленные тоже, впрочем. Вот. И, ну, если останется все здесь, то проданные останутся вся премия за мной, купленные, то, так сказать, купленные премии я потеряю, но по купленным премия меньше, поэтому будет прибыль. Ну, сейчас прибыль вот небольшая совсем. Ну, что я могу сказать по итогам месяца? Давайте покажу, что у меня по итогам месяца. Здесь я, видите, вот я здесь завел 200 тысяч, вот здесь я вывел сначала 148 тысяч, потом еще 32 тысячи, то есть я 180 тысяч вывел в результате у меня сейчас 82 тысячи на счете, из них только 20 тех, которые я завел. Все остальное это прибыль. Ну, вот финансовый результат, давайте посмотрим. Вот сейчас финансовый результат на текущий момент, 72 тысячи, это то, что я заработал, ну, вот с этого момента, с 12 января. Как я это сделал, я рассказываю всем в чате, показываю, что я делаю в чате для тех, кто закончил курс по опционам, потому что опционы – это очень-очень сложная штука. Я крайне не советую никому браться, пока вы не поймете, что это такое. Здесь надо очень точно все понимать. Теперь дальше, что касается акций. Ну, с акциями у меня я ничего не покупал, ничего не продавал. Вот он, мой портфель. Ну, он немножечко растет, да, вот прибыль дня – 1000 рублей. В общем, сказать, ничего. Да, что я покупал последнее? ГМК Норникель я покупал. ГМК Норникель. Вот он, мы видим. То есть сейчас у меня после облигаций самая большая доля – это ГМК Норникель, аж две акции. Стоит ли его брать сейчас? Не знаю. То есть по всем показателям компания очень-очень хорошая, ГМК Норникель. Я его давно просто хотел взять и взял. Ну, а теперь уже немножечко в сомнениях. А надо ли было брать? Потому что, ну, у меня складывается впечатление, что, ну, наше руководство, оно регулярно стрижет олигархов по одному. То это был Ходорковский. Ну, Ходорковский совсем заортачился. У него все отобрали. Вот. Евтушенко последний был, ну, как-то… У него отобрали только Башнефть, и потом еще, значит, догнали еще, аж, так сказать, как бы отобрали кусок, сколько там, 50 миллиардов, ну, и отпустили. Сказали, все, иди работай. Теперь ищут следующего. Я боюсь, что следующий будет ГМК Норникель. Вот. Кто стрижет? Ну, стрижет, значит, наши силовики, а бенефициар всего этого Сечина. Игорь Иванович, как правило, оказывается. Ну, вот так. Вот. Поэтому, значит, вот такие дела. Но сейчас у меня ГМК Норникель на первом месте стоит по доле в портфеле. Еще раз говорю, что 20 раз подумайте, прежде чем увеличивать эту долю. Я увеличил. Система по-прежнему у меня 8,56 доля в портфеле. Но я уже подумаю, не стоит ли уменьшить, потому что, ну, как-то она сильно выросла. Может быть, будет коррекция. Полюс. Полюс. Золото сейчас не в лучшей форме. И золото сейчас очень сильно почему-то упало. Не могу понять, почему. Потому что, ну, как бы все растет, а золото почему-то падает. Не знаю, почему. Вот. Но, тем не менее, Полюс – это золотодобывающая компания. И, соответственно, у нее акции снизу, ну, я надеюсь, на рост. Я надеюсь, что ниже она уже не должна упасть. Газпром. Несмотря ни на что, Газпром, ну, растет и растет потихонечку. Ну, и ладно. Доля Газпрома у меня тоже достаточно большая. 3,28%. Вот. Дальше распадская. Ну, распадская прет. Уголь растет. Полиметалл. Тоже, значит, компания по добыче драгоценных металлов. Серебро в основном и золото. Вы знаете, что серебро недавно резко рвануло вверх. Ну, и, в общем сказать, у полиметалла тоже вроде все неплохо. Неплохие перспективы. Яндекс. Ну, Яндекс стоит на месте последнее время. Вот так вот он выглядит. Ну, даже растет как-то. Сургут Нефтегаз. Сургут Нефтегаз – это компания, у которой, в общем сказать, с одной стороны она, конечно, занимается нефтегазом. Сургут Нефтегаз занимается не только газом, но это огромные, значит, запасы долларов еще в заначке. И если доллар растет, то она растет. Если доллар падает, то она падает. Ну, соответственно, сейчас она падает слегка. Новотек. Сжиженный природный газ. Ну, как-то вот болтается то туда, то сюда. Петропавловск – это еще одна золото-добывающая компания, которая недавно добрала свой портфель. Ну, потому что там скандалы всякие в разгаре. Она на минимумах сейчас. И есть вероятность, что она вырастет. Лукоил. Ну, потихонечку растет после падения. Недавно мое приобретение – это Мосбиржа. Я купил ее на небольшую сумму. 1% всего от портфеля. Ну, вот она потихонечку то растет, то падает. Только-только приобрел. Совсем недавно. ТАТ Нефть в большом упадке. После падения такого мартовского никак не выползут. Газпром Нефть – то же самое. Начинает расти. Мэйл.ру.групп. Ну, вот я взял ее для того, чтобы разбавить… Чтобы у меня из IT-компаний была не одна, а две компании. Яндекс. То есть в сумме IT-компаний у меня Яндекс и Мэйл.ру – это вот сколько? 2,43% и Мэйл.ру – сколько там? Еще полпроцента. То есть, ну, 3% у меня в IT-компаниях. Обувь России по-прежнему у меня снизу болтается. Это, в общем-то, ну, мне нравится компания. Ну, она очень маленькая. Не знаю, советует или нет. И вот эти два фонда ETF, которые прут вверх. Ну, это фонды на акции мировых компаний. Они прут вверх. Они в рублях. Стоимость 1 рубль за 1 пай. Вот у меня одного фонда. Практически это одно и то же, FX-RV и FX-VO. Ну, в общем, здесь 1,1 рубля стоило. Здесь 1,7 рублей стоило. Ну, и они оба в плюсе. Вот, вы видите, вот оно вот. Так что, такие дела. Что у меня, какие изменения у меня на СПБ. Я тут заслушался Киру недавно и решил купить ту компанию, которая, китайскую, про которую она говорила. Это компания JD. Вот она. Вот я ее купил. Она у меня уже упала слегка. Вот я ее купил. Спасибо, Кира Юхтенко, за обзор. Вот. Ну, у меня Viatrice по-прежнему, значит, самая маленькая. Ну, это та компания, которая, которой я получил акцию одну в результате раздела Pfizer. Чайно-телеком. Я купил чайно-телеком. Сильно жалею, потому что, ну, судя по всему, там ее заморозили в листинге. Видите, она не торгуется вообще. Заморожена. Aluminum Corporation, это тоже китайская компания. Ну, пока не заморожена, слава богу. Riata Pharmaceuticals в упадке. По-прежнему. Ionis Pharmaceuticals около нуля у меня. Zilings. Zilings, это, значит, в большом-большом плюсе. Самый большой плюс из всех компаний, наверное, у меня, валютных, это Zilings. Вот. Cisco. Ух ты, Cisco уже, в общем, была в минусе. Смотрите, резко выросла. Сейчас уже к нулю стремится. Очень хорошо. Pfizer, крупнейшая фармацевтическая компания США. Ну, вот она у меня в минусе сейчас. AMD по производству процессоров компания тоже растет и хорошо растет. JD только что взял. Nike. На максимумах и все хорошо там. Alexion Pharmaceuticals. Посмотрите, вот она недавно выросла. Ну, что там. Какое-то событие, скорее всего, какое-то лекарство получило лицензию. Все. И вот такой рост хороший. Очень хороший рост. Тинькофф по-прежнему растет. Macy's. Самый большой рост из всех компаний. Там чуть ли не 100%. То есть, я покупал совсем 14. Сейчас 11 долларов стоит. Ну, а было 22. То есть, 100% был рост, но потом она охладилась. Tata Motors еще лучше. Значит, покупал я ее за 5,82. А сейчас 23 стоит. В 4 раза выросла. Вообще шикарно. Exelixis. Это тоже фармацевтическая компания. Но пока в минусе. Ну, ничего страшного. Ellilili. Тоже в хорошем плюсе фармацевтическая компания. Вот такой обзорчик у меня по компаниям. Традиционный обзор моего портфеля. RTS я вам уже показал. Свой на срочном рынке. Ну, и вроде бы все. Задавайте вопросы. Смотрите на меня. Поставьте, пожалуйста, лайк. Комментарии. Поделитесь этим видео. И до встречи. С вами был Демитрович Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok